готова кадр ты чего еще не вышло мама я же сказал что у меня занятие вечером она точно точно доченька шкафу из еда возьми подогрей и поешь прошу прошу мама матушка а где находится твоя новая работа то я где-то записывал хандан куркорджу это на чай йолу а хорошо они наверное богаты это знакомая госпожи илдис наверно хорошие люди хорошо получилось надеюсь надеюсь сестра ты на собеседование идешь какая такая работа на фабрике шлятся мама дочка я часто хожу госпожи илдис возможно эти захотят меня часто снова видеть тогда тебе не нужно будет работать понимаешь может не надо ходить туда мама не нужно переживать за меня прошу тебя ладно мы увидимся вечером давай удачи увидимся вечером сестра пока нет сюда не подошло вот самое место это все с моей молодости на звера я хотел это раздать невесткам своим половина отсюда пойдет фариде половина хандан смотри я все это сама вышивала здоровье твоим рученькам сестра прекрасная работа прекрасная работа надеюсь не все будет хорошо надеюсь а что сказал господин осман он со мной не разговаривает сестра это не к добру что он молчит кажется взрывает большая ссора знаешь и меня это не волнует если фариде сказал нет джуней то тогда бы они были несчастны для меня превыше всего счастья моих детей остальное меня не волнует что это то что с молодости осталось я долю джуней то выделяло дорогая доброе утро я это не застегнула я застегну джунейт ладно я уже без пяти минут твой муж имеет теперь не будешь выгонять из комнаты да нет буду потому что как ты и сказал без пяти минут вот как то есть пока мы не распишемся в этой комнате мы наедине не останемся так я так счастлив я тоже извините я хотел кое-что фарид передать заходи сходи что хотел видать фаридушка что это ты это хочешь и отдать это подарок на свадьбу поскольку она женится на тебе это ей может пригодиться а вообще это сейчас мне нужно иди сюда негодник спасибо всегда пожалуйста доброе утро назож рада вас видеть заходите тоже почти готов какой стол ну а где все сейчас посмотрю хорошо ну как дела назож что у вас туда происходит почему никого нет госпожа зухра в комнате твой отец тоже там у господина усмана в глазах ярость дай-ка посмотрю все это случилось из-за тебя ты за моей спиной придумал план ты врала мне молчала не надо она еще и шмотки тут выбирает но ты у меня за это ответишь ты у меня за это ответишь зухра молчи господин осман прошу тебя дети же услышат молчи молчи прошу тебя забудь свой разговор с господином османом у фарида и джинейта будет свадьба как-нибудь зайди к ним и поздравь свою подругу у них свадьба а если фарида после всего произошел что не захочет она разговаривает захочет иди скорее домой поговорить с джинейтом скажи что между тобой фарида ничего нет и все это был лишь обман усмана козана составь упростить себя а потом поговорить с фаридой хорошо обними ее поцелуй поздравь ее ну-ка давай селим сможет снова встретиться с фаридой он сейчас направляется туда он поговорить с джинейтом и расставить все точки над и хорошо а дома сейчас будет прекрасный завтрак в знак принятия новых не сыновей дядя недоволен этим но пока старается не подавать виду как так может быть что он ничего не сказал джинейту еще больше то сказал он очень боялся что джинейт уйдет и поэтому он пошел на это это только начало ну вот чай готов можно начинать наш завтрак спасибо большое тетя назира приятного аппетита дорогой отец ну же фарида ты чего так далеко садись ко мне а и и и и Сестра, подай, пожалуйста, тарелку с сыром Ну же, Ферман, сынок, ну-ка, начинайте Юлдус, и это возьми Где Тунч? Вы ему не сообщили? Я его позвал, но кто-то же должен заниматься делами Сегодня у него деловая встреча Брат, до свадьбы осталось немного Если что-то понадобится, дай мне знать Спасибо, брат Я хотел сегодня разобраться со свадебным платьем Что скажешь, Фарида? Я не знаю Матушка? Не желаешь поехать с нами? Я бы с радостью, но дома очень много дел Вы поедете вместе Наслаждайтесь моментом Я бы с радостью поехал с вами Но я в этом не разбираюсь Спасибо, Кемаль Мы разберемся Мы разберемся Ну, если для меня работы не осталось Я побежал Всем приятного аппетита Я скоро буду Эх, Сузье, ну не начинай Я же сказала, нормально все К тому же Если бы это тебя действительно интересовало Ты была бы рядом Да, я так думаю Более того, я думаю, что на похоренном дятике Ты пришла только ради показухи Хватит стройте из себя, заботливая мать Мне звонят Я должна уйти Я сказала, я должна уйти Субтитры сделал DimaTorzok Госпожа Сергея Госпожа Хандан Здравствуйте Мы разговаривали по телефону Здравствуйте Проходите Ну что, вам было легко добраться до сюда? Да, спасибо, доченька Было легко Вы голодны? Если хотите, можем позавтракать для начала Нет, спасибо Я уже позавтракала Я переоденусь и начну Как хотите Туалет вон там Я пришла Привет Привет, сестра Что случилось? Работы нет Вакансии не осталось Да ладно Ну и ладно, сестра Я, признаться, не хотела, чтобы ты работала на этой фабрике Мне кажется, это противное место Когда работа есть работа К тому же, думаешь, я могу выбирать? Там столько людей работает Нет, я имею в виду, что ты учишься И тебе было бы сложно все это совмещать Ты сильно расстроилась? Нет, я найду, конечно, другую работу Послушай, сестра Прости меня Все это произошло из-за меня Все вот этот поиск работы и так далее Кадер Ладно, давай больше не будем это обсуждать Что было, то прошло К тому же, не переживай Я найду решение, хорошо? Ты иди задание делай Давай, сестра Хорошо? Кемаль Подожди, сынок Не думай, что от своего счастья мы забыли о твоем Что происходит? Рассказывай То есть как, брат? Не знаю Твоя странная поведение? Это девушка, которую я увидел на днях Твои ссоры с Хандан Рассказывай Кто она? Девушка, которой я влюбился, брат Послушай Я влюбился Впервые я испытал это чувство Столько лет Все пережитое с Хандан было ложью Ты понимаешь, что ты опять по уши в проблемах? Что с Хандан будет? Хандан Дядю своего потеряла У нее из-за этого плохое настроение Пусть соберется Я поговорю с ней Кемаль Борис Пусть все будет так, как подобает Вечером с твоим помолвку Дома Среди своих Хорошо, отец Было бы прекрасно Фарида Ты тоже собирайся Поедем уже Выберем наряд тебе И вернемся поскорее Хорошо Всем желаю приятного аппетита Тогда, пожалуй, мы начнем немедленно готовиться К вечеру На похороны мы не сходили Надо родственникам позвонить И культурно это Позвоним отец Я звонила уже Они обратно вернулись в Бодрум Мы бы не смогли с ними встретиться Даже если бы захотели Скажите Мехмедке Малю Пусть не оставят девушку одну Хорошо, мы сообщим Как дела идут? Хорошо, хорошо Спасибо Думаю так, чистый Ну, я живу одна Поэтому дом не быстро засоряется Одна живешь? Эх, дорогуша Огромный дом Это же сложно Да Да, сложно немного Ой, ты извини, что я с тобой на ты-то разговариваю У меня просто несколько дочерей твоего возраста Да нет, что вы Расслабьтесь, прошу вас Сколько времени ты одна живешь? О, уже долго Еще со школы Ну, я привыкла Когда не остается другого выхода? Твоя семья что, погибла? Ой, извини, я тему эту затрагиваю Ты не расстраиваешься Нет, нет, не переживайте Они живы Но они постоянно заняты своими делами Они живут в Бодруме Поняла Ну, а ваши дочери Они замужем? Нет Одна в университете Другая готовится к поступлению Закончилось бы уже это обучение Но у них, наверное, есть парни Вы их, наверное, тоже расспрашиваете Извиняюсь Да ладно тебе Ты серьезно, что ли? Слушай, ну хорошо Нет, я сегодня не могу выйти Мне нужно заниматься Не знаю я Привет Изгей кладу трубку, потом поговорим Привет, Кемаль Привет Бахар, дома? Сестра? Дома, дома Эй, сестра Сестра, выйди сюда Иду О, здравствуй Здравствуйте Радость видеть Это мой друг Берг Из издательского дома Он хочет с тобой кое-что обсудить Здравствуйте, госпожа Бахар У вас есть время? Да, конечно, прошу вас Вы можете зайти внутрь Пройдемте Чай, кофе Что вы будете? Мы кофе будем Хорошо Сестра, я сделаю Ты садись Как вы? Спасибо, госпожа Бахар Я не буду долго тянуть Я пришел сюда, чтобы извиниться перед вами Ну что вы, разве можно? Нет, правда Вчера в издательском доме ужасные события произошли Поверьте мне, я об этом не знал Халантность работников Еще какая халантность Не волнуйтесь Я дал вам по заслугам Если вы не против Я хочу работать с вами Спасибо, но Послушайте Даже автор книги Захотел выпустить ее с вашими поправками За короткий срок вы работали очень хорошо и быстро Такого работника, как вы, найти очень сложно Спасибо, но После того, что произошло в издательском доме Я... Если хотите, можете туда не приходить Будете работать дома Хорошее предложение, по-моему, Бахар Кемань сказал, что вы не примете Но я настоял, чтобы прийти лично Прошу, не расстраивайте меня Ну, если Вы решили сюда прийти Тогда ладно Я согласна Отлично Прошу вас Спасибо Джунейт Сидим пришел Он хочет с тобой увидеться Он во дворе Хорошо, сейчас буду Сидим Прошу Что такое, Селим? Я хотел бы извиниться перед вами, господин Джунейд. Случилось недопонимание. Мы с Фаридой просто друзья. Но господин Джунейд это неправильно понял. То есть я... Хорошо, Селим, не напрягайся. Вы с Фаридой просто друзья. И мой отец понял это неправильно. Я знаю, что ты никогда бы не посмотрел на Фарид другими глазами. Пойдем, выпьешь чаю. Спасибо, откажусь. Если позвольте, я и Фариду хочу увидеть. Очень неловко получилось. Хорошо. Подожди. Спасибо. Я готова Хорошо, скоро поедем К тебе посетитель Сначала видеть его, если хочешь Кто? Селим Он хотел извиниться, он ждет во дворе Зачем вообще нужно было сюда приходить? Сейчас отец твой увидит Пусть увидит и поймет, какие вы с ним друзья Ну же, иди встретись с другом Вытрите пол в маленькой комнате, этого достаточно А потом Приступайте к залу Еще люстру надо протереть Но хорошо Вы наверное устали, да? Дома наверное вы всем этим не занимаетесь? Вашей дочери Они вам помогают? Моя младшая дочь в этом не разбирается Но Бахар, она всегда помогает мне Она моя единственная опора в этой жизни Это хорошо, когда дети служат опорой, да? Знаете, мой будущий муж очень хочет ребенка Ты помолвлена? Да С братом сестра Юлдэс А, вот как Да Кемаль Он моя единственная опора Желаю вам удачи Я и про своих детей всегда так говорю Всегда желаю, чтобы у них на пути встречались только хорошие люди Кемаль Он хорош, но Очень кокетлив Кокетлив? Да, но я не придаю этому большого значения То есть После того, как он возвращается ко мне Я разрешаю ему немножечко поразвлекаться Пока что Ну Много, конечно, разных девушек, с которыми развлекаться А Кемаль очень красивый У него много поклонниц Я не могу этому помешать Но после свадьбы это пропадет Ты довольна? Да И снова благодаря тебе? Не преувеличивай Может погуляем? Хорошо Можно Вы не отвлекайтесь Я сейчас уйду Кадер, что это за слова? Сестра, ты тоже все мои слова неправильно поворачиваешь Я имею ввиду, что я сейчас уйду в школу Я поэтому это сказала Потому что ты мне под нос отдай Я отнесу И поздравляю тебя с новой работой Хорошо, увидимся Если хочешь, можем во дворе посидеть Не останемся дома одни Давай Кемаль Пожалуйста, не пойми неправильно Не пойму, не волнуйся К тому же Возможно в будущем В будущем что? Не знаю Возможно, когда у нас будет дом Ладно Сейчас не буду тебе это говорить Чтобы устрашить Кемаль Ты можешь говорить все, что угодно Я не буду бояться Почему? Потому что Я тебе сильно доверяю Я хочу всегда быть рядом с тобой Я хочу тебя делать счастливой Мне это происходит впервые Я хочу, чтобы тебя ничего не расстраивало Всегда так улыбайся Всегда будь рядом Буду Я буду рядом с тобой до тех пор Пока тебе это будет нужно, Кемаль В таком случае Это значит, что мы никогда не расстанемся Фарид Фарид, это ведь на меня не обиделась Я должен был поговорить с господином Усманом Но дела так завертились Я не смог Ничего страшного Что было-то прошло Забудь Фарид Я не хочу, чтобы из-за меня у тебя были проблемы Я же сказала, забудьте ли Самое главное, чтобы никто не думал так же, как думал господин Усман В таком случае Поздравляю, Фарида Спасибо Да Сейчас все нормально Нет никаких проблем Да, да Я приду для инъекций Спасибо за вашу заботу Вам того же Ты опять с этой деревенщины, да, Кемаль? Ну ничего Ты развлекайся Потому что все кончено С комнатами закончено Я могу здесь приступить? Да Проходите Ты можешь не идти, если хочешь Да ничего Почему так сложно расставаться с тобой? С тобой тоже сложно Увидимся, дорогая Увидимся Я сейчас пойду Иначе потом не смогу Да, Элюль Поздравляю, господин жених О, быстро новости доходят Тунч только что сказал Решила поздравить тебя Спасибо Элюль Я сегодня не приду в офис Сама знаешь Готовимся к свадьбе Будем платья покупать Я здесь разберусь Ты не переживай К тому же Я правда очень рада за вас Вы принадлежите друг другу Спасибо Вечером у нас помолвка Буду ждать и тебя Конечно, я приду с удовольствием Увидимся Они идут платья покупать Ну пусть идут Это же прекрасно На вечернюю помолвку Меня тоже пригласили Мы сходим, малышка Что случилось? Ничего С госпожей Элюль Вы хорошо общаетесь? Да Так же, как и ты с Селимом Да, это так Алло Алло, любимый Ты говорил, что хочешь поговорить Я сейчас дома Приходи немедленно, если можешь Я не могу сейчас прийти, Хантан Мы в мастерскую с биратом Пойдем машину забирать Хорошо, поняла Но как дело закончится Приходи, хорошо? Я жду тебя Целую, любимый Пол помыла Пыль протрите, если можно Еще Можете начать с вот этого камина Хорошо Хорошо Фэрида Знаешь, годами Я мечтал именно об этом Чтобы мы так гуляли Не боясь ничего Не стыдясь ничего Я очень счастлив, Джунейд У нас будет свадьба, Фэрида Больше не нужно ничего бояться Мы свободны Мы вместе Что случилось? Я Да нет, ничего Вот он, мой будущий муж Кемаль Чудесно Какой он у меня хороший На самом деле Здесь не так пыльно Вы Люстры мои Протрите А потом можете идти Вы и так очень устали сегодня С вами все хорошо Да, все нормально Нет, ложитесь Отдохните Если хотите Нет Я закончу И пойду Субтитры сделал DimaTorzok Господа Сергий Все нормально Пожалуйста, попробуйте встать Все нормально Нормально Спасибо, братец Если бы ты не смог бы я машину починить в такие сроки Да ладно тебе, что ты Я Вчера, когда увидел машину в таком виде Я был шокирован Первое, которое я не вспомнил, был ты Я еще немного поспрашивал Кто мог бы быть виновником всего этого Ну и безрезультатно Хулиганы, наверное, какие-нибудь Нет Кое-что есть Лобовое стекло сломала какая-то женщина Женщина? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты не смотри на то, что он так спокойно держится Внутри твоего отца сейчас такой ураган Что же я сейчас скажу Фариде? Что же я ей отдам? Не расстраивайся ты, мама Допустим, свой взгляд срывает на этом Это куда лучше, чем если бы он что-то делал Фариде и Джунейту Ты ведь сама знаешь, что это чудо, что он вообще согласился на все это Что же я теперь скажу Фариде? Спокойно бы прошла эта помолвка Моя дорогая матушка, прошу тебя не расстраивайся Матушка Ну не начинай ты Ну же, матушка, вечером помолвка Мы еще ничего не подготовили Нам еще столько всего нужно сделать Ну же, давай Дай-ка мне тоже Джунейт Как думаешь, мое платье понравится и Элдес? Конечно Все, кто увидит тебя в нем, будут удивлены И мое колье тебе тоже чем подходит Что случилось, Фариде? Джунейт, я должна тебе кое-что сказать Я потеряла твое колье Я надевала его, но где-то, видимо, выронила Я перерывала всю свою комнату, но не нашла его Мне очень жаль, прости меня Значит, ты надела его Это уже о многом говорит Ты, думаю, его выронила Сплывет когда-нибудь Нет ничего важнее тебя Прошу, не расстраивайся Я хочу всегда быть рядом с тобой Просто хочу делать тебя счастливой Алло Я разговариваю с госпожей Бахар Я Хандан Хандан Куркджу Я звоню по поводу вашей мамы Что? С ней что-то случилось? Да нет Прошу вас, успокойтесь Ваша мама сегодня пришла ко мне поработать Чтобы квартиру прибрать Да, я знаю Прошу вас, не паникуйте Ваша мама упала со стула И у нее есть некоторые боли Я решила сообщить вам С мамой все хорошо? Пожалуйста, скажите мне правду Нет-нет Все нормально Я сейчас вам сообщу адрес Хорошо, вы скажите, я запомню Хорошо Хорошо, я скоро буду Спасибо большое, госпожа Хандан Пройдите, сядьте немножко, госпожа Сергия Я пойду, пожалуй Нет, что вы Вам не хорошо Пожалуйста, лягте Отдохните немножечко Прошу вас Я позвонил вашей дочери Бахар Она очень скоро будет здесь Вы набрали мою дочь? Ну, то есть Я увидел, что вам плохо И решил сообщить ей Она скоро будет здесь Лучше бы вы ей не звонили Пусть не придет сюда Со мной все нормально Нет, не все нормально Я подумал, что если нам придется Пойти к доктору Будет хорошо, если она будет с нами Правда, не стоит Все нормально Со мной все нормально Пусть не приходит Матушка Бахар Ответь на звонок Ответь Я ее просил не паниковать Но она, конечно, запаниковала Она вскоре будет здесь Не переживайте Ты хочешь сказать, что мужчина, который видел ее Не может ее описать? Нет Она приехала на такси А потом быстрым темпом удалился Кто и зачем это сделал? Я не знаю, но Когда он сказал про такси Я вспомнил про Хандан Нет, братец Хандан бы так не поступила Хандан сюда не приходит Более того, она даже не знает Как сюда добраться Верно говоришь У нее дядя недавно умер Она сейчас приходит в себя А у тебя как дела? Нет Я пока не говорил с ней Но сейчас я иду к ней, чтобы расстаться Правильно все делаешь, брат Чтоб никто не разочаровывался Хандан имеет право знать все Да Ну ладно Я пойду Увидимся Увидимся Сынок Ты волнуешься? Волнуюсь, матушка Мой хороший Отойди Матушка Как ты прекрасно выглядишь Тебе нравится? Даже очень Ты тоже повернись-ка Как там стол? Пойдем Дядя Кемаль дома? Нет Он все мечтает, как обычно Я на Джанейта наделся, но Он тоже меня удивил Ты тоже молодец, конечно За моей спиной такое творили Знал бы до этого Этого я не забуду Что вы здесь делаете? Дядя с племянником Здравствуйте, добро пожаловать Привет Как ты, Элдис? Хорошо А ты? Я тоже нормально Спасибо Всех приветствую Приветствую, доченька Приветствую Как вы? Хорошо Спасибо А ты? Я тоже хорошо Спасибо О, как себя чувствуешь? Прекрасно Вот причина моего настроения Как вы, господин? Хорошо А ты как? Я тоже хорошо Спасибо Приветствую И тебе привет Ты прекрасно выглядишь, Фарида Спасибо огромное Вы тоже Ну, раз уж все в сборе Начнем Отец Мехмед Кемани пришел Так даже лучше Прошу, сынок Ой Я дожницы забыла положить Майком тяне, сестра Велдис Ты сиди, Фарида Я принесу Вам уже лучше, да? Кажется, Бахар пришла Вы не вставайте Прошу вас Я открою Здравствуйте С мамой все нормально? Все нормально Не переживайте Пройдемте Все нормально Не переживай Мама Все нормально Слушай, тебе больно? Как могло произойти? Слушай, пойдем в больницу Мама Доченька Все нормально Со мной Не переживай Прошу тебя Ты посмотри на меня Какая я Здоровая я Все нормально В больницу Уйти не надо Пусть отдохнет Немножко Мы пойдем Бахар, давай не будем здесь засиживаться Мы пойдем поскорее домой Не будем опаздывать Ну же, пойдем Ну, я прошу вас Отдохните немножечко А потом выйдете Не надо, доченька Я же сказала Ваша матушка Правда, очень застенчивый человек Она так боится, что станет грузом здесь Пожалуйста, сядьте Умоляю Прошу вас Ну же, госпожа Сергея Тоже сядьте немножечко Потом пойдете Прошу вас Спасибо Мама Матушка Тебе уже лучше, да? Матушка, ты говоришь, что все нормально Но у тебя лица нет Матушка, все, давай Вставай Пойдем в больницу Матушка, ты говоришь, что все нормально Матушка, ты говоришь, что все нормально итак самое время сегодня вечером молодая пара официально обозначить свои намерения быть вместе сделать первый шаг для этого для этого мы все здесь сегодня и собрались родители каждого ребенка желали бы увидеть помолвку своего ребенка господин осман часто видел фариду и силима вместе они ему понравились вместе он решил их поженить он твердо следить настаём что между ними что-то есть боже мой с чего он это взял вообще откуда мне знать будто селим ради фариды в офисе несколько человек избил я не знаю боже мой матушка они лучшие друзья я знаю но ему объяснить не смогла желаю вам удачи доченька спасибо огромное матушка зухра дорогая желаю счастья спасибо поздравляю бахар доченька все нормально с тобой а а а а а а а и ну же садись матушка все нормально с тобой доченька все нормально матушка нормально все садись уедем отсюда ну же да алё госпожа серьги вы жилетку забыли ничего страшного я потом заберу пусть останется что случилось мама жилетку забыл ничего страшного нет нельзя я хочу чтобы здесь на что-либо оставалось вернемся пожалуйста бахар ну не надо дорогой любимая рад тебя видеть мы живем пойдем внутрь и и Субтитры создавал DimaTorzok